Ну, как можно быть спокойным, Никита Антонович, когда разбивается с трудом налаженный номер? Ну, кому могло прийти это в голову, я не понимаю? Подходящая кандидатура. Олечка из Курдебалена. Ну, мне уж теперь все равно, Никита Антонович. Олечка, Валечка, Манечка. Столько горя пришлось ему пережить в конце жизни. Спасала только любимая работа да внучка. Но рано ушедших из жизни двоих сыновей Павел Кадочников вернуть не мог. Талант знаменитого актера был рано замечен. 15-летнего Пашу взял за свой курс режиссер Борис Зон. Кадочников присоединился к студенческой братье Ленинградского техникума сценических искусств. Зон нашел молодое дарование в драмкружке и дал путевку в актерскую жизнь. Паша был бойким и симпатичный юношей. Студенткам он нравился. Вспыхнул роман с 18-летней Татьяной Никитиной, учившейся на режиссерском отделении. Однако вскоре девушка поставила вопрос ребром, женись или расходимся, как море корабли. А торопевший Павел заявил, что жениться ему рановато, и влюбленные рассорились. В январе 1932 года Кадочников узнал, что у Татьяны родился сын Костя. Она не скрывала, кто отец мальчика. Паша помчался к Никитиной. «Таня, я признаю сына, даю ему свою фамилию и буду помогать деньгами. Я уже играю в тюзи и зарабатываю». Но жениться Кадочников по-прежнему не хотел. Никитина разозлилась, а денег отказалась и запретила приходить к сыну. Павлу тогда было всего лишь 16. Ситуация не сильно его расстроила. К тому времени он влюбился в 18-летнюю актрису Розалию Котовича, играшую в том же театре. Вот на ней он мечтал жениться. А девушка считала, что Паша слишком молод для роли супруга. Однако Кадочников все-таки уговорил девушку, и весной 1934 года пара зарегистрировала брак. Никитину сильно расстроило это известие. Она подала на Павла в суд, требуя, чтобы он выплатил алименты за три года. Кадочников и не думал возражать по поводу денег, а вот видеться с Костей обиженная Татьяна так и не разрешила. В браке Павла и Розалии сын Петр родился в декабре 1944 года. Он появился на свет, когда актеры ехали в Тбилиси на съемки фильма «Робинзон Крузо». Пришлось срочно сходить с поезда на станции и отправляться в роддом. Кадочников всю ночь ждал на скамейке и, узнав радостную новость о рождении сына, три раза выстрелил воздух из ружья, который дал ему военный, проходивший мем роддома. Всю жизнь Павел с Розалией хранили три гильзы. Розалия оставила работу и занималась только семьей. В декабре 1946 года раздался звонок в квартиру Кадочникова. На пороге стоял первый сын Костя. Ему тогда исполнилось 14 лет. Мальчик, невзирая на запреты матери, сам отправился к папе в надежде наладить отношения. Его приняли очень радушно и отец, и Розалия, и маленький Петя, которому было два года, сразу же полюбил старшего брата. И они были близки всю жизнь. Павел Кадочников сделал блестящую карьеру в кинематографе. Он стал настоящей кинозвездой. Множество прекрасных ролей, всесоюзная слава, обожание зрителей и три сталинские премии. Время шло. Оба сына женились, у них родились дочери. Петр окончил сначала физмех политического института, потом Литмик, отделение киноведения. Писал сценарии, был ведущим популярной передачей для тех, кто любит кино Ленинградского телевидения. Снимался в небольших ролях в кино. Самая главная роль – брат Дони Марты, Донь Антонио, музыкальной комедии Яна Фрида «Благочестивая Марта». Константин Окочин, Ленинградский театральный институт имени Островского, служил в Ленинградском академическом драматическом театре имени Комиссаржевской. Как и брат, снимался в кино в небольших ролях, например, в роли сослуживца главного героя в фильме Михаила Колозатова «Летят журавли». В июле 1981 года Петр отдыхал в Литве на озерах с супругой и друзьями. Спортивный, сильный, он любил проделывать такой трюк – взобраться на березу, сильно раскачаться на ветке и спрыгнуть. Только в тех краях были не такие гибкие, как березы, сосны. Он упал с трехметровой высоты и от полученных травм скачался в больнице через три дня, не приходя в сознание. У Петра Кадышникова остались две дочери – 12-летняя Наталья и 4-летняя Юля. Конечно, Павел и Розалия тяжело переживали смерть сына. Актер спасался работой, внучка Наталья вспоминала, что он вмиг постарел на годы. Кроме того, произошло еще кое-что. «Гораздо позже, уже после смерти дедушки, мне стало известно, что в тот период он, оказывается, переживал не только обрушившуюся трагедию», – вспоминала Наталья. Как раз тогда Розалия Ивановна узнала о том, что у мужа есть сын от другой женщины – актрисы Маргариты Шумской. Бабушка категорически запретила мужу с тем сыном общаться. Понять можно. Маргарита Викторовна была женщиной необычно красивой. Бабушка, конечно, ревновала к ней деда и, думаю, остро переживала. И Павел Петрович мучился. После смерти отца Наталья сама попросила жить с дедушкой и бабушкой, и забота о внучке помогла им немного прийти в себя. Через три года после смерти Петра скончался 52-летний Константин от инфаркта. Дедуля очень сдал в те годы, сильно похудел, здоровье стало пошаливать, глаза потухли, смахивая слезы Наталья. Я думала, умрет. Человеку не хотелось жить. Хорошо, что много снимался, и меня называл их с бабушкой поддержкой и утешением. Все это дало сил еще на четыре года жизни. Возможно, актер прожил бы ее дольше, но его сильно подкосило предательство человека, которому он доверял. Кадочников взял в соавтора для написания сценария Юрия Смирнова, рабочего и съемочной группы, собиравшегося поступать на сценарийный факультет ВИК. Конечно, он просто учился у Павла, а в основном писал под его диктовку, так как у Кадочникова уже было очень плохое зрение. Смирнов отдал рукописный текст машинистке, а рукопись присвоил. Фильм «Серебряные струны» получился хорошим. Кадочников был счастлив, и вдруг пришла повестка в суд. Смирнов заявил, что он автор, а Кадочников украл у него сценарий. В качестве доказательства он предоставил ту самую рукопись. Разбирательство длилось три года, до самой смерти знаменитого актера, а картину арестовали. После первого же заседания Кадочникова стало плохо с сердцем. Он не ожидал такого предательства. После смерти актера Смирнов еще год судился с Розалией, а потом забрал заявление и исчез. А фильм так и не вышел в широкий прокат. Павел Кадочников скончался в мае 1988 года. Ему было 72. Сына от Маргариты Шумской, Павла Бунина, он признавал, помогал деньгами, пока мальчик рос. А последние годы своей жизни поддерживал связь по телефону. Бунин с семьей жил в Компенгагене. Оказалось, у дедушки есть еще один небрачный сын Витя, от певицы цыганского театра «Ромэн», продолжает Наталья. Живет он в США. Вот Витю Павел Петрович не признавал. Что я могу сказать? Дед был красавец. Дамы сходили по нему с ума. Неудивительно, что поддавался соблазнам. Хорошо, про Виктора бабушка так и не узнала. Она пережила мужа на 13 лет.